Дорогие друзья, это канал Неврозов, и сегодняшняя тема будет посвящена популярному вопросу «А правда ли, что невроз невозможно вылечить, либо он проходит не до конца?» В этом видео вы узнаете, пройдет ли невроз полностью и как я изменилась после деперсонализации. Я сама в свое время перелопатила множество видеороликов, в которых говорилось о том, что ВСД и невроз до конца не проходят, и, конечно же, меня это безумно напугало. Мы невротики, люди крайне впечатлительные, и если увидели, что в новостях кто-то спрыгнул с крыши или что-то в этом роде, то тут же применяем ситуацию на себя, и несколько дней трусимся от мысли, что «А вдруг я тоже прыгну, ну я же точно не проконтролирую себя и прыгну, и все, тут понеслось». Однажды, на время моей деперсонализации, пришлась смерть одного из моих любимых актеров. Это был Робин Уильямс, наверняка вы многие его знаете. Он покончил жизнь самоубийством, и у него обнаружилась болезнь Паркинсона, и изначально на первой стадии у него появились панические атаки. Позже это переросло в депрессию и тревожное расстройство. И тут представьте себе мои глаза, мое состояние. Конечно же, я представила себе, как я несусь намыливать веревку, ведь, конечно же, панические атаки и ВСД, тем более депрессия у меня уже есть. Я тут же позвонила знакомой и выпалила ей свое новое уникальное умозаключение. К слову, я уже умирала каждый день на тот момент, и новые причины. Мой тревожный мозг подбрасывал, как дрова, в топку. И эта подруга задала мне логичный вопрос. А почему не атеросинговосклероза, как актриса Сельма Блэр? Так что я прекрасно понимаю, поверьте мне, как вы живете, как вы рождаете бесконечное количество параллельных реальностей, в которых с вами случаются только самые ужасные вещи. А если это попалось еще и вам на глаза, то вы с удовольствием примерите чужую болячку на себя и начнете переживать все эмоции и страдания, как свои. А ведь факт заключается в том, что переживая эти страхи и эмоции, вы испытываете их в той же степени, как если бы это уже случилось. То есть с вами ничего не произошло, а вы психически и физически переболели несуществующей болезнью. То есть, по сути, в физическом плане и в ментальном вы реально отболели и отстрадали. Вы вообще понимаете, как бы жуть всей этой ситуации. Поэтому, как только вы придумываете страх, ваш организм работает на симптоматику ваших фантазий. И поэтому я всегда говорю, что если вы будете представлять себе обратное, то таким образом ваши мысли материализуются в реально происходящее в организме и в вашем головном мозге процессы. Так вот, когда я читала и слышала, что невроз до конца не лечится, для меня это было шоком. Ну как же так? Выхода нет? Я проклята? Я обречена? Ребят, моя задача вас и научить, и успокоить. Поймите, что невроз – это эскалация вашего внутреннего напряжения, которое нарастает ввиду многих психологических проблем. Все перечислять я не буду, но это и неуверенность в себе, это социофобия, тяжелые отношения с родителями, психологические травмы, чрезмерная стеснительность, скромность, возможно, строгое воспитание, ограничение, недовольство своей жизнью, жизни с вашим партнером, партнершей. Вариаций множество на самом деле. Тут надо копаться и разбираться с каждым по отдельности. Поэтому, когда мне задают вопрос «дайте быстрый ответ» или «быстрый совет, как поправиться», то мне хочется приподнять одну бровь. Но я также осознаю, что, чтобы понимать суть болезни и работы с ней, надо пройти долгий путь. Так что я стараюсь проявлять спокойствие и понимание. Когда мы имеем представление о том, что такое невроз, а это внутреннее психическое перенапряжение, то далее я открою вам секрет, что это перенапряжение, заученное вашим мозгом как модель поведения. Ваш механизм вышел из строя от перенапряжения и это записалось в оперативную память. С этого момента вы умеете бояться, но не умеете жить, как обычный человек, не страдающий тревожным расстройством. Когда вы занимаетесь корректировкой вашего мышления, а это то, о чем я рассказываю практически в каждом своем видео, то вы перезаписываете информацию, ту самую ложную и тревожную, и обретаете навык держать под контролем ваши панические настроения и, собственно, ваши панические приходы. И тут прозвучал ключевой фактор. Вы держите это под контролем. В этом и есть суть вашего выздоровления. Я скажу вам честно, что на определенном этапе волна паники может овладеть вами в какой-то момент. Но, заучив приемы и ловко используя инструменты, вы уже не попадетесь на ту же удочку и сможете погасить панические волны и настроение. Здесь и заключается тот самый подвох и непонимание, так проходит ли невроз или нет. Деперсонализация, дереализация проходят полностью. Запомните это. А как мы уже знаем, это всего лишь симптоматика невроза, а не отдельные заболевания. В других случаях эти заболевания могут сопутствовать шизотипическому расстройству. Невроз как рефлекс, заученное поведение на уровне физики может выскакивать. Но приступы панических атак или тревоги будут становиться все реже. Они будут реже и реже, и в какой-то момент вы надолго забудете о них, и только изредка что-то может всплыть и так же быстро затихнуть при ваших правильных действиях. Ну вот и все, о чем, собственно, и говорят в этом плане. Невроз не проходит до конца именно тем образом, как я объяснила. Я лично не боюсь невроза, ни возвращения деперсонализации. Я так четко понимаю схематику действий, что отношусь к своему организму бережно, с пониманием, но без предсказаний будущего. А вдруг? Как правило, деперсонализация может вернуться, если человек так и не решил психологических, напрягающих его проблем. Есть редкие случаи, когда ненадолго больного возвращает в реальность без особых на это причин, и без его каких-то особых попыток поправиться. Он ликует, и тут же все, собственно, через месяц возвращается вновь. И такая история и с таблетками. Поэтому я и говорю, что без разрешения проблем, без изменения личности, реакций, эмоциональных настроений, моделей поведения, нельзя рассчитывать на 100% поправку. Из этого состояния вы должны выйти лучшей версией себя, а не тем старым невротиком, готовым сломаться в любой момент. И, кстати, в данный момент, хочу сделать такое небольшое объявление, я работаю над тестом по нарушению мышления и шизотипическому расстройству. Я лично сама проходила этот тест платно в частной клинике, и считаю, что его результаты, на самом деле, ребят, очень успокаивают, когда мы все накручиваем себя, когда ты, наконец, отбрасываешь мысль о том, что это не шизофрения, это очень большое облегчение. Согласовывая действия со специалистом, я хочу дать вам возможность получить это самое облегчение и заняться работой над собой. Вместо вот этого погружения в пучину выдуманной шизофрении, а также дорогостоящих консультаций с частным врачом, который будет только зачастую, как зачастую это происходит, затягивать вас в лечение с целью личного заработка. Я сама таких специалистов проходила, вы уже видели мои видео, так что моя работа посвящена только практической помощи людям. Вместо этих разводок, общих слов ни о чем, в воде, которая льется, конечно же, тест не является единственным клиническим показателем. Тем не менее, он может определить вектор направления вашего расстройства с перевесом в обычную тревогу, либо в проблемы, требующие исключительно психиатрической помощи и квалифицированных специалистов. Так что, ребят, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе новых объявлений, опций, предложений, событий, и, конечно же, новых бесплатных роликов. И еще раз, ребят, если вы чувствуете, что не справляетесь благодаря практическим советам, которые я вам даю, если это занимает какое-то время, вы пробовали, пускай несколько месяцев, полгода, год, то все-таки, если есть такая возможность, то обратитесь за помощью психиатра. Я не по таблеткам, я по психологической помощи, по консультации, я человек, который прошел все это, я знаю это состояние изнутри, не из книжек, я передаю вам опыт и техники, но медикаменты вам может прописать только квалифицированный врач. И, кстати, можно ли поправиться без таблеток? Да, ребят, можно, таких людей много, но это очень индивидуально, и тут нет одного шаблона для всех. Теперь, ребят, продолжим на тему об изменениях моей собственной личности. Вот прозвучали такие вопросы, я хотела бы этот вопрос раскрыть и дать свои пояснения. Я во многом стала другой. Есть люди, которые благодарят этот синдром за то, что он принес такие грандиозные изменения, и я, честно, не могу к ним примкнуть, но по сути, доля правды в этом однозначно есть. Я стала замечать, что мое состояние ухудшается от любого невротического напряжения. Например, я хорошо помню, что ждала такси, чтобы отвезти ребенка в школу, а оно сильно опаздывало. А в школе этот вопрос поставлен очень строго. Я стала нервничать, сердиться, заламывать руки, и в скором времени мой пульс поднялся, ну, наверное, до 170. А лицо мое онемело, и вот вам и симптоматика, собственно говоря. То есть логика была очень простой. Такси опоздало, я запереживала, запустился невроз с еще большей мощностью, и в какой-то момент меня просто осенило. Вот, кстати, вам очередной инструмент, применяйте его к разным ситуациям. Что будет, если такси опоздает? Меня убьют. Будет вселенский позор. Ну, что будет-то? Ну, скажут поставить галочку в журнале, что я опоздала. Скажут больше не опаздывайте, да и все. Ну, что, вот что, по вашему мнению, мне нужно было сделать в этой ситуации, когда я ждала такси? Переживать? Нет. Мне нужно было осмыслить, что это мелочи, это не страшно. Но энергию надо потратить не на уничтожение нервных клеток, как мы зачастую делаем в неврозе, а на обдумывание, как грамотно объяснить свое опоздание. Энергию надо тратить на действия, которые приведет к результату, которые повлияют на ситуацию, но не на пустой испуг и слезы, как мы это делаем. А как раз, это ничего не меняет, на самом деле, кроме эмоционального фона, и то, собственно говоря, в плохую сторону. Именно этот эпизод стал поворотным моментом, когда я стала отслеживать свои реакции и взаимоотношения с людьми, я стала видеть картину вообще в целом, не только свое личное мнение, но и точку зрения других людей, применительно к их уровню интеллекта, среды обитания. Я стала учитывать множество факторов вместо ограниченности только лишь своим видением мира. Занимайте сторону других людей, думайте, почему они так сказали, или почему они так подумали. Пытайтесь мыслить их категориями, их категориями, а не своими. И это поможет справиться вам с мнительностью, с социофобией и с взаимоотношениями с близкими, разобраться. Не всегда практика будет успешной, это вы должны запомнить. Но на любой навык нужно время. Я так много рассортировала в своей жизни, моя семейная жизнь стала стабильной, и я живу в сотни раз лучше, чем раньше. Токсичных людей я отсеяла, и сама поняла, что нельзя только требовать от других. Зачастую, кстати, состояние жертвы гораздо более жестокое. Мы все время чего-то выколачиваем из других, вместо того, чтобы тоже что-то изменить, чтобы сделать шаг навстречу, чтобы услышать и понять другого. А еще общая картина дает отстраненную критическую оценку. Ну, например, вы некрасивы, или вы так считаете, вот оглянитесь вокруг. Вокруг все прекрасны. Нет, это не так. А в чем же проблема? Проблема в том, что вы транслируете неуверенность, и другие люди ее легко считывают. Осознайте свои сильные стороны, они есть у всех, и пусть они станут вашей визитной карточкой. Научитесь делать акценты на том, что получается именно у вас. Помните, что каждый по-своему уникален. Абсолютно каждый. Научитесь любить себя и верить в себя. И не надо вешать на себя ярлыков. Любую проблему можно проработать. К чему-то относиться легче, что-то заменить или развить. Самое главное, браться за любое дело с уверенностью, без страха. Как только мы начинаем бояться, и вы должны были это заметить, все валится из рук. Даже когда кажется, что выходит криво, и у меня часто бывает, когда я берусь за какое-то новое дело, продолжайте бить в одну точку, и обязательно будет результат. Деперсонализация на самом деле дала мне этот крутой навык, и когда я делаю что-то, когда я начинаю что-то, и когда я начинаю сомневаться, я вспоминаю свое состояние и говорю себе, любая дорога начинается с первого шага. Я начну, а там по ходу дела я доведу до ума, я обязательно разберусь. Ничего не начнет происходить, пока вы не возьмете быка за рога, пока вы не начнете действовать. Так что, ребята, практикуйте мои методы, работайте над собой, и не забывайте, что именно вы творите свою судьбу. Я лишь даю вам направление и веру своим собственным примером, но этот путь вы должны проделать сами. Я в вас верю, до скорой встречи, и спасибо, что вы со мной и что следуете моим видео на моем канале In Peace With Reality. Пока-пока!